Обратный отчет пошел. Предновогодняя суета окутала город на Волге. Пока хозяин праздника с внучкой рассекает небесную гладь на четверке белых лошадей, его помощники из Ульяновской администрации трудятся, не покладая рук. До 15 декабря им нужно подарить горожанам праздничное настроение. А оно во многом зависит от состояния улиц. Точнее, от того, насколько красиво они украшены. Новогоднее настроение есть вообще? Появляется потихонечку? Конечно, появляется. А от чего оно зависит, как думаете? А вот от всяческих украшений, например, гирлянды, елки новогодние, мишура, вот это все. Когда город украшают, идете смотреть, любоваться, как его украсили? Да, обязательно ходим, да. Спешите прогуляться вот под этими гирляндами? Да, особенно красиво в парках, в скверах. У вас есть уже новогоднее настроение? Нет, у меня новогоднего настроения, к сожалению, пока нет. А вот как думаете, от чего оно зависит? Как сделать так, чтобы оно появилось? Ну, прежде всего, наверное, нужно, чтобы политическая обстановка в стране более-менее утряслась. Потому что постоянно про это думаешь, и как-то Новый год, не Новый год. Скрасить свои душевные переживания ульяновцы смогут в парках и скверах. Им сейчас также придают новогодний лоск. Официальный зимний сезон откроют 3 декабря. К этому времени будут готовы площадки для семейных праздников и мероприятий выходного дня. Чуть позже установят ледяные горки. Промчать к своим мечтам на ватрушках и тюбингах ребятишки смогут в парке Победа, 40 лет Волкосеем, Виновской рощи. Не забыли и про центральную часть города. Она будет блистать для всех желающих прогуляться. Сейчас мы работаем на улице Гончарова. Уже, наверное, жители обратили, что мы установили новогодние фонари, световой фонтан. К 15 декабря будет завершен монтаж главной городской елки и, конечно же, залит каток на эспланаде. По традиции в парках Прибрежный, Владимирский сад, 40 лет Волкосеем, Победа, Семья установят почтовые ящики Деда Мороза. В послании ребятишки смогут рассказать о своих добрых делах в 2022 году. Сам новогодний волшебник будет принимать в своей резиденции с 11 декабря. Попросить о самом важном можно будет сразу на двух берегах Волги. А вот на улицу Федерации зимний дедушка заглядывать отказался. Улица до сих пор не готова встречать гостей. Да и по обещанным уникальным декорациям пока что информации нет.